Урал Кали ежегодно будет экономить миллионы рублей. Новый продукт для обогащения калийной руды пермская компания купит Уралхима. Избирком подвел окончательные итоги выборов в гордому Перми и Заксобрания лидеры остались те же. Пенсионный фонд Прикаме сдвинул сроки подачи заявлений вкладчикам стратегии. Причины объяснили в региональном управлении. НРБК Перм новости. В студии Рустам Багизов. Здравствуйте. Компания Урал Кали сможет экономить десятки миллионов рублей ежегодно за счет новой продукции отечественного производства. Гранулированные амины, которые ранее закупались в Китае и странах Восточной Европы, заменил новый продукт отечественный, который теперь выпускает Уралхим. Гранулированные амины уникальны для российской химической отрасли продукт. По мнению производителей удобрений, он имеет преимущество перед зарубежными аналогами. Кроме того, грануляты для обогащения калийной руды гораздо удобнее в использовании, нежели жидкий аналог. Кроме того, цена на продукцию Уралхима примерно на 20% ниже, чем китайский гранулят. Позволит нам заместить часть импортных продуктов. И мы благодарны Уралхиму, что он действительно выполнил данную задачу. Сейчас мы просто будем меньше покупать импорт, а будем покупать Уралхиму. Это наша программа импортозамещения. Новый проект компании презентовали на выставке «Химия-2016». Она проходит в эти дни в Москве. В течение тестового периода на новом производстве Уралхима планируется выпускать порядка 600 тонн продукции в год. Проектная мощность новой линии производства более 3000 тонн. Следующий шаг для холдинга – выход на другие рынки сбыта этой продукции. Уралхим пока единственный производитель гранулированной амина в стране. Избирком Перми подвел окончательные итоги по выборам в Гордуму. Цифры после обработки всех бюллетеней известны по итогам выборов в краевой парламент. Самое большое количество мандатов получит «Единая Россия». У нее почти 44% голосов. Далее идет КПРФ – менее 18%. Следом ЛДПР – более 16%. Четвертое место у «Справедливоросов» – более 11%. Не смогли преодолеть 5% барьер «Яблоко» и «Партия Роста». В Городскую Думу правящая партия набрала менее 40% голосов. Коммунисты – более 17%. ЛДПР – почти 14%. «Справедливая Россия» – более 13%. «Яблоко» удалось набрать более 7%. А вот «Партия Роста» не смогла преодолеть необходимый барьер. Более 2000 пострадавших и ущерб на 400 миллионов рублей в Свердловском районном суде началось соглашение приговора бывшему руководителю кредитного потребительского общества «Оберег». Александра Мохова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями. Расследование длится с 2009-го. По версии следствия, бывший сотрудник ОБХСС Александр Мохов руководил структурами кредитного общества «Оберег» с февраля 2003-го. Как считают следователи, с ростом количества вкладчиков с 2004-го по 2009-го капитализация «Оберега» выросла почти в 100 раз. Руководитель решил приобретать на средства активы в виде недвижимого имущества. Права собственности при этом регистрировались на подконтрольные ему лица. Основные фирмы «Мохов» намеревался использовать для совершения незаконных финансовых операций с денежными средствами кооператива и поступивших откладчиков путем перечисления денежных средств на расчетные счета под видом займов коммерческим организациям. Тем самым используя свое служебное положение, выводил и отвлекал из кооператива значительные суммы. Приговоры Мохов дожидался под домашним арестом. Ранее был наложен арест на его 7 квартир и коммерческую недвижимость на сумму около 20 миллионов рублей. Углашение приговора может затянуться до конца недели. Материалы уголовного отдела составили порядка 400 томов. Экс-главе «Оберега» грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Сроки приема заявлений от вкладчиков Пенсионного фонда «Стратегия» сдвинут на неделю. Граждане смогут подавать документы не ранее 3 октября. Об этом говорят в Пермском управлении Пенсионного фонда. По сообщениям Пенсионного фонда России, прием заявлений и выплаты должны начаться уже 26 сентября. Однако местное отделение фонда перенесло дату начала в связи с большим объемом подготовительной и регистрационной работы. Сейчас идет проверка наличия сведений на лицевых счетах, установление суммы и сроков. Прикроме, число пострадавших от действий стратегии может превысить 70 тысяч. Как выяснилось, недознача в Негосударственном пенсионном фонде составила почти 3 миллиарда рублей. В соответствии с законодательством, выплата будет производиться в том же размере, который был установлен в стратегии. Пока это все новости к этой минуте. Продолжайте следить за событиями в крае вместе с РБК. РБК Перм. Дело. Фитнес-индустрия. Здоровые деньги. Сегодня в 19.35. РБК Перм. Дело. Фитнес-индустрия. РБК Перм. Дело. Фитнес-индустрия. РБК Перм. Дело. Фитнес-индустрия. Продолжение следует...